Клим Александрович, как всё-таки правильно называть гладиус или гладий? Правильно называть и так, и так, потому что «ус» – это окончание мужского рода в латинском языке, а «и» – это окончание мужского рода в русском, как это ни странно, и поэтому, учитывая традицию вольного обращения с латинским языком в его русской транскрипции, мы спокойно говорим, например, «Марк Антоний», хотя он Маркус Антониус, если мы говорим «Антоний», почему бы нам не сказать «гладий», хотя мне, как оружиеведу, просто гораздо привычнее говорить «гладиус», я говорю «гладиус». Варена зовут Варенус на всякий случай. Да, Люциус Варенус, поэтому «гладий» запросто. Тут со словом именно «гладиус» сразу возникают конкретные лингвистические трудности, потому что по-русски говоря «гладиус», например, родительный падеж я сформирую буквы «А», сказав «гладиуса», что полный бред, потому что мне нужно будет менять окончание «ус» на соответствующее. А тут я к окончанию мужского рода родительного, именительного падежа, прошу прощения, добавляю новое русское окончание. Это не очень правильно. Хотя, опять же, учитывая, что это уже так укоренилось в русском языке, то можно говорить и так, и так никаких проблем. Оно везде по-разному укореняется совершенно непонятным образом. Например, одна рельса по-английски называется рейл, а двери… Два рейла называются рейлс, и по-русски они рельсы, а вот шорты, штаны, они называются шортс, а по-русски они почему-то шорты, и как-то баксы… Хотя баксы – это тоже должное число. Да, всё перепутано, и, в общем, это устоявшиеся нормы необъяснимые. Да, это просто так оно в язык попадает, а почему оно так попадает – это должны лингвисты объяснить, но они могут только объяснить, ничего не могут этим сделать. Это самое главное. Оно! Оно! Редактор субтитров О.Госюбинова Корректор О.Г Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...